Самой смертоносной болезнью в мире считается туберкулез. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно на планете заболевают около 30 тысяч человек. Более 4 тысяч из них умирают. Это инфекционное и хроническое заболевание может поразить любой орган человека, но преимущественно страдают легкие. Несмотря на более чем 100-летний опыт борьбы с туберкулезом, вновь и вновь в мире регистрируют тысячи случаев заболевания и смертей. Проблема заключается, естественно, в диагностике этого заболевания, потому что туберкулез не имеет патогмоничных симптомов и может длительно протекать, скрыть на человек, даже может и не знать о том, что болен, если он не обследуется. Флюорографическое обследование один раз в год – это тот необходимый минимум, который поможет выявить болезнь на ранней стадии и станет залогом скорейшего выздоровления. Основная проблема лечения туберкулеза – длительность. Минимальный курс лечения – это 6 месяцев. Но если туберкулез устойчив к препаратам, к основным препаратам, то применяются препараты резервные, они не такие активные в отношении возбудителя туберкулеза, лечение затягивается уже на более длительные сроки – до полутора-двух лет. Туберкулезом болеют люди разного возраста и пола. Многие больные принадлежат к так называемым социально уязвимым группам населения – слоупотребляющим алкоголем и наркотиками, бездомным, ВИЧ-инфицированным. В Сарове, в принципе, эпидемическая ситуация по туберкулезу благополучная. Заболеваемость за прошлый и позапрошлый год составила 4,1 на 100 тысяч населения. То есть это уровень благополучных европейских стран. В этом году День борьбы с туберкулезом проходит под лозунгом «Пора действовать». Девизом стали слова «Выявить, лечить всех, победить туберкулез». Ранняя диагностика и эффективное лечение – это залог выздоровления больных и победы над смертельной инфекцией. Елена Грицакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продолжение следует... Продолжение следует...